Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Аэростат С глубокой древности люди мечтали подняться в воздух, чтобы парить там, подобно птицам. Именно им они подражали в своих первых попытках оторваться от земли. Но, увы, многочисленные опыты с искусственными крыльями давали один и тот же результат. Человек не мог взлететь, как ни старался. В средние века, когда открыта была способность горячего воздуха поднимать легкие тела, появилась идея использовать его для подъема человека. Несколько остроумных конструкций аэростата были предложены разными учеными на протяжении XVI-XVII веков. Однако, реальные эти идеи воплотились в жизнь только в конце XVIII века. В 1766 году Кавендиш открыл водород, газ, который в 14 раз легче воздуха. В 1781 году итальянский физик Кавелло провел опыты с мыльными пузырями, наполненными водородом. Они легко уносились в высоту. Таким образом был разработан принцип аэростата. Оставалось найти материал для его оболочки. Это удалось не сразу. Все используемые прежде ткани были или слишком тяжелы, или пропускали через себя водород. Задачу удалось разрешить парижскому профессору Шарлю, который придумал сделать оболочку из шелка, пропитанного каучуком. Но прежде чем Шарлю успел приступить к строительству аэростата, свой воздушный шар запустили братья Этьен и Жозеф Монгольфье, сыновья бумажного фабриканта из города Ананэ. Братья Монгольфье не имели тех научных познаний, которыми обладал Шарль, но зато у них было много энтузиазма и настойчивости. Правда, их первые попытки были неудачны. Сначала они старались наполнить бумажный шар парами, потом дымом. Позже им попалось сочинение «Пристлея» о различных родах воздуха, в котором было много важных наблюдений о различных свойствах газов. Вооружившись этими сведениями, Монгольфье попробовали наполнить шар водородом, но им не удалось изготовить оболочку, которая могла бы удержать этот легкий газ. К тому же водород стоил тогда довольно дорого. Оставив его, братья вернулись к своим опытам с воздухом. Они полагали, что изрубленной смеси соломы и шерсти должен образоваться при горении особый электрический пар, обладающий большой подъемной силой. Несмотря на абсурдность этого предположения, опыты с нагретым воздухом дали хороший результат. Первый шар объемом чуть более кубического метра после наполнения горящим воздухом поднялся на высоту 300 метров. Вдохновленные этим успехом, братья приступили к изготовлению большого аэростата объемом около 600 кубических метров и диаметром 11 метров. Его шелковую оболочку изнутри оклеили бумагой. Над нижним его отверстием была укреплена решетка из виноградных лос, на которой размещалась жаровня. И вот 5 июня 1783 года при большом стечении народа состоялся пробный полет этого аэростата. На жаровне был разведен костер, и влажный и горячий воздух поднял шар на высоту 2000 метров. Ликованию зрителей не было предела. Этот опыт вызвал огромный интерес в Европе. Парижской академии было доставлено о нем донесение. В нем, однако, не сообщалось, чем Монгольфьер наполнили свой аэростат. Это составляло тайное изобретение. Когда Шарль узнал об успешном полете Монгольфьера, как стали называть шары, наполненные горячим воздухом, он с удвоенной энергией взялся за строительство своего аэростата. Искусные механики братья Робера помогали ему. Оболочку диаметром 3,6 метра изготовили из прорезиненного шелка. Внизу она оканчивалась шлангом с клапаном, через который ее предстояло наполнить водородом. По тем временам это была непростая задача. Первое затруднение состояло в самом получении водорода. Для этой цели Шарль придумал следующий прибор. В бочку положили железные опилки и налили на них воды. На крышке и бочке просверлили две дырки. В одну всунули кожаный рукав, соединенный с воздушным шаром, а в другую влили серной кислоты. При этом, однако, обнаружилось, что реакция идет очень быстро. Вода разогревается и в виде пара увлекается вместе с водородом внутрь шара. В воде находился раствор кислоты, которая начинала разъедать оболочку. Чтобы избежать этого, Шарль придумал пропускать получаемый водород через сосуд с холодной водой. Таким образом, газ охлаждался и одновременно очищался. Дело пошло успешнее, и на четвертый день работы установки шар был наполнен. 27 августа 1783 года на Марсовом поле состоялся запуск первого шарльера. Так стали называть шары, наполненные водородом. Более 200 тысяч парижан присутствовало при этом небывалом зрелище. Шар стремительно взмыл вверх, и через несколько минут был уже выше облаков. Но когда аэростат поднялся на высоту около одного километра, его оболочка лопнула от расширившегося водорода и упала неподалеку от Парижа в толпу крестьян деревни Гонес, не имевших никакого понятия о причинах происходящего. Большинство из них подумали, что свалилась луна. Когда же крестьяне увидели, что чудовище лежит совершенно спокойно, они напали на него с цепами и вилами, и в короткий срок страшно искололи и разорвали остатки шара. Примчавшийся из Парижа на местопадение своего аэростата Шарль нашел лишь жалкие его лохмотья. Прекрасное творение рук человеческих, на которые было израсходовано около 10 тысяч франков, погибло безвозвратно. Впрочем, если не считать этого грустного финала, в целом опыт прошел успешно. Одним из зрителей, присутствовавших при запуске 27 августа, был Этьен Монгольфье. Он принял своеобразный вызов Шарля, и 19 сентября того же года в Версале, перед глазами самого короля и бесчисленной толпы любопытных, вместе с братом поднял в воздух шар диаметром 12,3 метра с первыми в мире воздухоплавателями. Этой чести удостоились баран, петух и утка. Через 10 минут Шар плавно опустился на землю. После осмотра животных было обнаружено, что петух повредил крыло, и этого было достаточно для того, чтобы между учеными разгорелись жаркие споры о возможности жизни на больших высотах. Опасались, что живые существа могут задохнуться, если поднимутся на высоту более километра. Ведь никто еще не исследовал эту таинственную атмосферу. На следующий строящийся Монгольфьер король Людовик XVI приказал посадить двух преступников, находившихся в тюрьме. Но честолюбивые Пилар де Розье и маркиз Дарланд убедили короля, что слава первых людей-воздухоплавателей не должна быть запятнана даже при неудачном подъеме. Эту честь король был вынужден предоставить им. 21 ноября 1783 года огромный Монгольфьер высотой 21 метр с двумя смельчаками поднялся из замка Ламюэт в окрестностях Парижа и достиг высоты тысячи метров, открыв новую страницу в истории человечества. Оба аэронавта не сидели сложа руки, а поддерживали огонь на решетке в нижней части оболочки. Полет продолжался около 45 минут и закончился плавным спуском за городом на расстоянии 9 километров от места старта. Однако профессор Шарль и братья Роберы тоже не теряли времени даром. Объявив подписку, они собрали 10 тысяч франков на изготовление нового шарльера для подъема двух человек. При конструировании своего второго аэростата Шарль придумал почти все снаряжение, которым пользуются воздухоплаватели по сей день. Оболочку диаметром 8 метров за три дня наполнили водородом, и 1 декабря 1783 года Шарль с одним из братьев Роберов, несмотря на грозившие им до последнего момента запрещение короля, вошли в подвешенную под шаром гондулу и попросили Этьена Монгольфье перерезать веревку, удерживающую шар. Полет продолжался 2 часа 5 минут на высоте 400 метров. После приземления Шарль решил продолжать полет один. Облегченный без Робера, шар взмыл на высоту 3000 метров. Через полчаса полета, выпустив часть водорода, Шарль совершил мягкую посадку. Выходя из гондолы, он поклялся никогда больше не подвергать себя опасностям таких путешествий. Любопытно, что его соперники пришли к такому же решению. Этьен Монгольфье вообще ни разу за свою жизнь не поднялся в воздух, а его брат Жозеф решился на это только раз. На Монгольфьере находились кроме Жозефа, Пилатер де Розье и еще пять человек. Шар был перегружен, и полет окончился не так удачно, как предыдущие. Больше всех пострадал от падения сам создатель аэростат. Однако пример первых воздухоплавателей оказался очень заразителен. Во многих странах Европы энтузиасты стали с увлечением строить аэростаты и отважно подниматься на них в воздух. В январе 1785 года знаменитый впоследствии аэронавт Бланшар перелетел через Ла-Манш из Англии во Францию, открыв таким образом эпоху воздушных путешествий. Все позднейшие воздушные шары очень мало отличались от тех, что придумали Монгольфье и Шарль. Вообще, хотя братья Монгольфье первыми изготовили аэростат, настоящим его создателем следует считать все-таки Шарля, так как именно его конструкция оказалась наиболее практичной и удобной. Кроме того, Шарль изобрел веревочную сеть, охватывающую шар и передающую на него весовые нагрузки, изобрел клапан и воздушный якорь. Первый применил песок в качестве балласта и приспособил барометр для определения высоты. Последующие аэронавты не прибавили ничего существенного к созданной им модели аэростата. Подобно Шарлю, они по сей день пользуются для заполнения шара дешевым водородом. Он взрывоопасен, однако имеет невысокую цену и обладает наибольшей подъемной силой. Один кубический метр создает подъемную силу 1,2 килограмма. Гелий, который в 40-50 раз дороже водорода, создает подъемную силу в 1,05 килограмма. Нагретый же до 100 градусов воздух имеет подъемную силу всего 0,33 килограмма. Поэтому мангольфьеры при одной грузоподъемности с шарльерами имеют объем в 3-4 раза больше. Кроме того, они должны нести топливо для горелки. Большая площадь поверхности мангольфьера способствует огромной потере тепла. Полет любого аэростата подчиняется закону Архимеда. Подъемные силы несущего газа, заполняющего оболочку, есть разница между весом воздуха, вытесненного оболочкой, и весом несущего газа. Чем меньше удельный вес газа, то есть чем он легче, тем большей объемной силой обладает аэростат. Из этого видно, что наибольшей подъемной силой обладал бы аэростат, имеющий внутри своей оболочки вакуум. Впервые идею такого аэростата предложил в 1670 году монах Делана Терци. Эта идея до сих пор не осуществлена, но если бы удалось преодолеть атмосферное давление, которое будет сжимать шар силой 10 тонн на каждый квадратный метр, она вполне могла бы дать свои результаты. На большой высоте, где давление воздуха меньше, газ внутри оболочки начинает расширяться, распирать оболочку и в конце концов разрывает ее. В избежание этого первые воздухоплаватели были вынуждены оставлять открытой трубку, через которую происходило заполнение шара водородом, аппендикс. Поднимаясь, аэростат выдавливал из себя через аппендикс избыток газа. Оболочке вследствие этого уже не грозил разрыв, но с утечкой газа уменьшалась подъемная сила аэростата. Приходилось облегчать гондолу, сбрасывая балласт. Посадка аэростата всегда была опасным делом. Чтобы сделать ее менее рискованной, Шарль снабдил свой шар несколькими защитными приспособлениями. На экстренный случай он предусмотрел разрывное устройство, служившее для быстрого выпускания газа. Обычно, желая опуститься, аэронавт выпускал газ понемногу через специальный клапан, но при ветреной погоде существовала большая опасность, что шар с гондолой будет волочиться по земле, поэтому перед касанием земли пассажиры, потянув веревку, открывали большое отверстие для выхода газа. Для уменьшения скорости спуска применяли гайдроп, толстый канат длиной 60-100 метров, который сбрасывали перед приземлением. При касании гайдропом земли вес аэростата уменьшался на вес гайдропа, находящегося на земле, и спуск несколько замедлялся. Маневрируя балластом, газовым клапаном и гайдропом, опытные воздухоплаватели могли довольно успешно регулировать высоту полета, взлетать и приземляться. Что касается направления полета, то тут аэронавт был в полной власти воздушных течений. Все попытки управлять полетом воздушного шара с помощью крыльев, весел или винтов, приводимых в действие человеком, оказались неэффективными. Во многом вследствие этого практическая польза от воздухоплавания, учитывая колоссальные затраты на него, особенно в эпоху увлечения дирижаблями, которая пришлась на первую треть XX века, всегда была ничтожна. Но не следует судить об этом замечательном завоевании человеческого ума только с точки зрения практической выгоды. Аэростат впервые дал людям возможность оторваться от земли и взмыть под облака, подобно птиц. Он удовлетворил многовековую мечту человека о полете, поэтому его создание должно быть поставлено в ряд величайших человеческих изобретений. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.